Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Ирина Бьерна, и я создатель Школы Молодильной Яблоки и программы «Откровенно говоря!». Сегодня наша программа в лесу с ландышами, и она будет касаться вопроса, что такое правда и что такое ложь. Правда и ложь. Мы все встречали эти понятия в жизни, но как мы их определяем, и что это такое? И что такое вообще правда, и есть ли она? Одна женщина написала мне под фильмом, который я сделала об Украине, что вы не правы, вы неправильно поняли положение на Украине. Вон летят утки, очень красиво, и они рассказывают свои истории. Поэтому я сегодня отвечаю на вопрос такой, что же такое правда и что такое ложь. А для того, чтобы ответить, я сделала вот такую бумажку. С одной стороны белая, а с другой оранжевая. Вот там, где оранжевая, мы напишем «правда». Мы напишем слово «правда», видите? А там, где белые, напишем слово «неправда» или «ложь». «неправда». Значит, у нас есть сторона, которая называется «правда» и «неправда». Так вот, листок, он один, он имеет просто две стороны. Есть люди, которые говорят, что давайте только правду говорить, видите? То есть мы вот эту вот сторону говорим, что мы ее можем держать в руках, и это правда. Но вот дует ветер, и листок улетел, потому что листок сильно к рукам не приклеен, видите? Потому что мы держим ее только с одной стороны. А теперь мы переведем листок на ложь, и будем держать только с ложью. Подуем, и листок тоже слетел. Так вот, для того, чтобы вот этот листок был, держался в руках, мы возьмем его с обеих сторон. Видите, у меня часть рук лежат на «правде», и часть рук лежат на «неправде». Таким образом, теперь листок. Я знаю, я могу его повернуть в любую сторону, и я могу показать вам одну сторону и другую. И так все в жизни. Нельзя смотреть только на одну сторону и говорить, что вот это правда. Потому что неправда скрыта с другой стороны. Так же, как у нас есть, у нас есть лицевая сторона и та сторона, которая скрытая сторона, которая с вашей спины. Так вот, так все в жизни. Что? Ничего не существует только в одном качестве. Для кого-то правда одна, и для кого-то эта правда является ложью. Например, есть такая история, которую мне рассказали в Китае. В одной деревне жил мужчина, и у него был сын и лошадь. И однажды, когда сын подрос, он катался на лошади, и лошадь его понесла. Он упал и сломал себе ногу. И после этого он был уже инвалидом всю жизнь. В это время в Китай пришла война, и всех мужчин забрали на фронт, но сына не забрали на фронт, потому что у него была сломана нога. Это хорошо или плохо, что у него сломана нога? Видите, многих людей убили на той войне, а его не убили. В тот день, когда мальчик сломал ногу, папа его так разозлился на лошадь, что лошадь он прогнал и говорит, я не буду больше за тобой следить, пусть теперь ты сама следишь за собой. И лошадь убежала в степь. Лошадь не было три года. Через три года лошадь вернулась с тремя жеребятами. Опять, видите, мы думаем, что что такое хорошо, а потом время проходит, и это хорошо превращается в плохо, а плохо превращается в хорошо. И так происходят вечные изменения. Нельзя сказать, что такое правда и что такое ложь, потому что они вместе на одной стороне и на другой, как монета. Монета имеет орел и решку, и мы бросаем ее, то выпадает орел, а то выпадает решка. Так вот, то, что является хорошо для одних, является плохо для других, и что является плохо для тебя, может быть, является хорошо для других. Поэтому все в сравнении и все вот в этом глобальном взаимодействии. То, что ты говоришь, это правда, через некоторое время это будет неправда. Например, говорили, что люди не ешьте сливочное масло. Потом выяснили, что если человек не ест сливочного масла, у него в мозгу происходят изменения, такие как, например, склероз может быть. Или, может быть, вот есть такая болезнь, когда начинают трястись руки, это потому что не хватает смазки в клетках. Не в клетках, а в нервной системе, потому что нервы – это провода, и у них есть изоляционный такой слой. И этот изоляционный слой – это дабль липиды, то есть жир. И если человек не ест совсем жира, то тогда вот его вот эта нервная система оголяется, вот эти провода, и, может быть, даже короткое замыкание, и тогда происходит вот этот трэмблинг, это называется трясучка такая. Так вот, вопрос, что такое ложь и что такое правда – это вопрос о том, что существует ли истина вообще. Абсолютной истины не существует. В том-то и дело, что в природе есть гармония, но нету повторения, то есть всегда всё что-то новое. Поэтому, когда я прихожу на передачу, я пытаюсь тоже вам дать что-то новое, но повторить немножко старое. И, как я вам сказала, правда и ложь заключены. Правда и ложь заключены так, что это две стороны того же, той же бумажки, просто две стороны того же – лицевая сторона и изнаночная сторона. Так вот, в природе существует другой феномен, такой как математика. Люди говорят, что мы не понимаем друг друга, потому что разные языки. Была так называемая Вавилонская башня построена, и она была построена так высоко, что Бог, это согласно легенде, что Бог обиделся и разбил её сверху. И сказал, с тех пор вы не будете понимать друг друга, и у вас будут разные языки. То есть до Вавилонской башни существовал только один язык, и его понимали все. Понимаете ли вы язык птиц? Сейчас я сделала новую медитацию, которая называется «Медитация лесного соловья». Там вы можете послушать его, и вы услышите в этой медитации, что соловей поёт, повторяет иногда, но вставляет новое. Как я говорю, в природе есть гармония, но нету точного повторения. Это нужно запомнить. Поэтому в нашем теле то же самое, гармония может быть, но завтра оно не такое же, как сегодня. И к этому нужно относиться тоже правильно и легко. Так вот, самая точная наука, на которой построено практически всё. Вот стул, на котором я сижу, дом, дерево, вот эти чудесные цветы, которые любил мой дедушка, это ландыши. Они построены по точным законам математики. Видите, каждый цветок индивидуален, и всё же он построен по законам математики. Даже вот этот запах, вот эти вот молекулы, они тоже построены по законам математики. Математика – это та наука, которая понимает любой человек в любой части света. Если он выучил 4 действия математики, и что такое 2 плюс 2 равняется 4, то любой человек, любой религии и любого происхождения расового поймёт, что это такое. Так вот, наши учёные, или ещё во времена Нильса Бора, который был датчанином, во времена Эйнштейна, они установили, что прямолинейного пространства не существует. Пространство криволинейное. То, что вы видите прямо, это только очень короткие отрезки. Если их продлить в бесконечность, то эти отрезки никогда не будут прямые. Они всегда начнут заворачиваться. Значит, все вот эти вот математические законы и физические законы говорят о том, что наш мир не прямолинейный. Поэтому планеты круглые, а не прямые. Хотя мы строим дома, и я пишу в своих книжках, дома мы строим четырёхугольные. Это неправильно. Самые правильные дома – круглые дома. Потому что в них существует специальная даже энергия, которая совершенно по-другому идёт в этом доме. Нет углов, нет пыли, нет вот этого… Там есть вот этот вихрь, который вот так закручивается. Совершенно другая атмосфера. В Дании есть остров, который называется Борнхольм. На этом острове существует круглая церковь. Когда я там была, совершенно другая атмосфера в церкви. Так вот, что мы делаем? Мы берём вот эту бумажку, на которой написано с одной стороны правда, с другой неправда. И мы соединяем два конца. Если мы соединим обычно, то получается вот такая труба. То есть правда с одной стороны, а не правда с другой стороны. Мы их разделили. Теперь что мы делаем? Мы берём и поворачиваем один край так, чтобы белый край совпал с оранжевым. И вот я уже склеила эту бумажку. Видите? Белый совпал с оранжевым. Это называется петля Мёрбиуса. Когда, смотрите, белый цвет, если я палец провожу, белый цвет, он попадает внешний, он попадает внутрь. И начинает меняться на оранжевый цвет. Потом внутренний оранжевый попадает на внешний оранжевый и начинает переходить в белый цвет. То есть вот это вечный переход. Нет внутреннего и внешнего. Оранжевый цвет переходит в белый. Видите? Он перепрыгивает, как я говорю. То есть происходит скачок. Так же, как в электронах существует, вы знаете, орбиты электрона. И электрон перескакивает с одной орбиты на другую. Когда он перескакивает на высшую орбиту, энергия собирается. Он должен иметь более высокую энергию. Когда он перескакивает с внешней на внутреннюю орбиту, он выпускает свет. Так вот тут вот, вот этот вот пример. В петле Меобиуса есть переход. Переход между ложью и правдой. Вот это. Это болезненный переход. Вот это то, что происходит сейчас на Украине. Что такое ложь, что такое правда. Для одних людей ложь это правда, а для других это правда, это ложь. И вот это вот. Но потом это опять петля пойдет и перейдет в новое качество. Поэтому ничего не вечно. Одно переходит всегда в другое. Нельзя зафиксировать и сказать, что это навечно. Например, даже Коран, даже муслимская религия, которая думает, что она навечно, вот она запечатлила все свои знания. Она все равно будет изменена. Потому что происходит вот эта вот петля Меобиуса. И вот эта петля Меобиуса, математика, описывает наше пространство. Наше пространство, оно не только криволинейное. Оно представляет из себя петлю Меобиуса. Это значит, что правда, когда правда, она для вас правда, это та правда, которая сочетается с теми принципами, которые вы приняли как правильные принципы. Например, не врать. Всегда думать не только о себе, но и о том человеке. Например, свобода – это не только свобода для вас. Но если свобода для вас является не свободой для вашего соседа, это не является свободой. Например, говорю такой очень простой пример. Например, каждый говорит, что я свободен делать то, что я хочу. Значит, я вечером буду пускать каждый день салют, потому что у меня есть много денег. Каждый день 12 часов салют. И я не буду совершенно думать, что у меня у соседей маленькие дети. И они, наверное, спят. И им этот салют не нужен каждый день. Если я об этом не думаю, так тогда моя свобода превращается в несвободу для моих соседей. Так вот, свобода – это не только свобода для вас делать то, что вы хотите. А также это свобода для того, чтобы весь мир был гармоничный. То есть нужно думать о себе, о ваших ближних, о ваших дальних и обо всем мире и обо всем природе. Вот тогда это будет настоящая свобода, если вы будете отвечать на все эти вопросы. Свобода для меня, свобода для моей семьи, свобода для моей страны, свобода для моей части света и свобода для нашей земли. Если все пять вопросов «да-да-да-да», тогда это настоящая свобода. Если нет какой-то вопрос, значит это не свобода. Так вот, видите, правды и неправды не существует. Поэтому, когда вы думаете о том, что вы приняли эти принципы, иногда нужно принципы пересмотреть и сказать, что вот этот принцип, потому что мои знания расширились, вот это называется расширение или просветление, что вы начинаете производить свет, вы перепрыгиваете на новую ступень и у вас так много знаний, что вы их отдаете, как я, например, делаю сейчас с вами. И тогда у вас не возникнет такой вопрос, что же такое правда или что неправда. Вы будете действовать соразмерно с теми принципами, которые есть в вас. Но эти принципы, они не вечные, они даны вам тоже от предыдущих поколений, от вашей культуры, от вашей семьи, они создались там. Чем больше человек читает, знает, ездит, тем эти принципы больше перестраиваются и становятся глобальными. Таким образом, я призываю вас, первое, когда кто-то говорит, что вы неправы и что это ложь то, что вы говорите, спросите у него, откуда он это знает. Потому что знания относительны. И почему он это знает? Согласитесь с этим. Да, может быть, это ложь, но в этом есть лжи, есть тоже правда. То есть в этом белом цвете есть тоже цвет, потому что другой цвет. Потому что, когда вы принимаете решение, вы принимаете решение согласно вашим внутренним правильным принципам. И я желаю вам, чтобы в вашей жизни было больше красоты, гармонии, счастья и неповторимости. Будьте неповторимы, и тогда жизнь будет для вас удивительной. Ирина Бьерна и Белкниги. Книги для простой жизни. Сейчас выходят новые книжки мои. Вы увидите их на сайте. Будьте счастливы. Встретимся опять. До свидания.